приветствую друзья меня зовут кирилл и сегодня у меня обзор новинки лего техник 2022 года на pullback набор 42 134 перед нами monster truck из шоу monster jam pullback набор и в наборе также будет альтернативная модель толстенькая такая вот коробка и на обороте что мы видим видим фотографию оригинала такое вот необычное транспортное средство и также здесь нам показана б-модель low racer что-то типа низкий гонщик не знаю что они тут имели в виду давайте уже откроем эту коробку 260 деталей в этом наборе согласно официальному сайту лего один большой пакет с деталями два пакет поменьше покрышки pullback мотор небольшое количество наклеек 4 наклейки на панельки и инструкция к основной модели инструкция к альтернативной модели доступна для скачивания на официальном сайте этот набор это настоящий кладезь деталей в цвете medium blue но этот цвет мы уже видели в некотором количестве наборов байки 42 036 в огромном самолете 42 066 ход рот еще был по моему тоже но того набора у меня нету и здесь не только есть какие-то вот обычные до балки панели панели три пары вот таких вот до длиной семь к сожалению только одна не парная такая вот маленькая панелька уголки балк всего одна но зато здесь есть еще вот эти вот относительно до новые детали количество пяти штук вот эти микро панели три штуки очень полезная деталька ну хвосты по моему в этом цвете тоже еще не выпускались ну их полезность наверное не так очевидно как вот этих вот деталей ну еще есть вот такие вот балки с крестовым отверстием коннекторы с номером один вот эти вот коннекторы один зубчик и вот эти вот детальки у которых есть и отверстие под пин и ось и они опять вот я вижу что они отличаются по цвету они более фиолетовые какие-то что ли по сравнению с такими деталями но я крупно сфотографирую но вот с этим типом коннекторов они прям как-то совсем не дружат и в лайме они были корявые и в красном цвете и вот голубом медиумблю тоже цвет не попал в этом наборе есть новые для лего техник детали это вот эти вот 3l пины которые задвигаются с одной стороны как это работает вот я вставил защелки только на конце вот так вот он болтается но мы можем с этой стороны надеть еще одну балку пин по-прежнему там болтается и третью балку мы можем надеть той же стороны этот пин без трения то есть от свободно нас болтаются до балки на нем ну и вот три балки в ряд и я могу вот так вот насквозь его задвинуть ну наверное потенциально полезная будет деталь в постройках и еще одна деталь по привычке пытаясь вытащить сюда но они вытаскиваются это в другую сторону так да и еще одна супер полезная деталь это полупин с креплением под систему пупырку но он с трением возьму балку возьму новый полупин и возьму старый теперь нам нужно парочку систем деталей сейчас этот выберу какие-нибудь допустим 2 2 систем панели и вот старый пин да он без трения свободно болтается а новый пин с трением и вот он не проворачивается это супер круто супер полезная деталь я думаю что в огромном количестве набора все рекреатор эксперт он будет использоваться потому что он позволит намного надежнее крепить систем детали к техник элементам и это очень во многих наборах будет востребовано ну и также я обратил внимание что вот эти детальки в этом наборе старой версии сейчас уже во всех новинках они обновленной версии безу тут всяких вырезов до более гладкие но на функционал это вроде бы не должно никак влиять но тем не менее вот отличие есть в списке деталей показана уже обновленная версия вполне возможно что будут разные комплектации и в каких-то наборах которые может быть раньше комплектовались еще старого образца детали а в каких-то коробках может быть будут уже и новые ну и что тут еще само собой пуллбэк мотор и естественно четыре колеса обычные 56 покрышки такие вот баллоны которые в огромном количестве наборов использовались в том числе и в пуллбэк монстр траках прошлогодних а вот и герой сегодняшнего видео монстр трак акула рыбина на колесах забавная штука мне нравится как она выглядит я думаю что он любой ребенок будет в восторге от такой игрушки но я бы точно был в восторге если был ребенком что у нас здесь по функциям есть у нас в принципе здесь подвеска понятно что здесь нет амортизаторов но ее роль играют вот эти вот отлично пружинищие покрышки видите как моделька подпрыгивает мягенько дальше у нас здесь есть место для удара об стену вот этот вот отбойник ну точно такой же как был в других тоже пуллбэк монстр траках хвост немного болтается ну наверное это не критично принципе у рыбы это же подвижные все элементы вот эти элементы чуть-чуть тоже болтается но опять же я считаю что это не критично в принципе вот и все сзади есть здесь у нас эмуляция амортизаторов но они правда так в воздухе болтаются может быть на такие скажут что это и не амортизаторы вовсе но я бы считать что это амортизатор на по моему каких других наборах мы такую же штуку уже видели ну и естественно пуллбэк мотор даже не знаю что тут особо показывать заводим модель отпускаем и она едет и врезается мои ящички с деталями можем поставить и тут какое-то препятствие ну я думаю что эту коробку она даже не заметит я даже не с полного завода и отпущу коробка смещена ну и можно всякие трамплины делать я это демонстрировал в обзоре прошлогодних наборов давайте просто такое лобовое столкновение с рукой устроим максимальном заводе посмотрим к чему это приведет надеюсь что ни к чему плохом не приведет ох как весело было чуть в лампу не попало ну что мне кажется больше всего этому набору обрадуются те кому нравится вот этот цвет medium blue мне он не очень нравится мне больше нравится насыщенный dark azure но это не значит что цвет плохой и действительно здорово что в таком маленьком наборе большое количество деталей впервые появилось в новом цвете это и микропанели и коннектор которые в прошлом году появились ну и всякие другие детали как всегда вставляя фотографии со списком деталей по функции никакого сюрприза тут нет функция всего одна это запуск модели при помощи пулбэк мотора если вам другие пулбэк набор нравится то я думаю что этот ничем не хуже при этом он еще так выглядит харизматично брутально даже можно сказать до рыбина на колесах ну и в заключение хочу сделать объявление по поводу обещанного стрима я планирую таки провести воскресенье думаю что в 20 часов по московскому времени так что присоединяйтесь я надеюсь что у меня не будет никаких проблем с оборудованием и технических каких-то на проблем так что скоро увидимся на самом деле увидимся мы раньше поскольку я решил провести стрим воскресенье я воскресное видео планирую перенести на субботу так что в субботу утром выйдет видео а в воскресенье стрим надеюсь выйдет ну и на этом я буду заканчивать спасибо за внимание до скорого пока